Ещё раз всем доброе утро, Московское время, 1.15 по Москве. Начнём. Так, что у нас такое интересное? Первое, ну, фьючерс на Америку немножко так до импульс наверх, до 0.4%. Сейчас немножко он припал, плюс 0.2, в любом случае зона положительная, это радует. Евро-доллар 1.37, сейчас идет к 1.31, пока в целом всё нормально. Нефть, опять я далеко от 0.3 доллара пытаюсь закрепить, потому что нам по крикету с минуты 0.3 доллара, ну, как-то особой роли не играет. Теперь, что касается Америки. Америка закрылась достаточно неплохо, в плюсе на мажорной огнете на начале 2-го года это радует. К сожалению, не смогли закрепиться по S&P на уровне 1620. В общем, там будет достаточно тяжело-тяжело идти. Для информации, 8 июля отчитывается Алкова. Это, думаю, что первая компания, которая начинает отчёты. Ну, значит, рынок немножко будет беды. Золото показывает отскок в районе 1267. Ну, в целом, неплохо золото бы рассмотреть. Европа открылась минусом, в пределах 0.3%, кроме DAX. DAX падает 0.6. Ну, всё, мы посмотрим на дальнейшее развитие событий. А сейчас давайте пробежимся по рыночкам. Начинаем, как обычно, с пуганого рынка, то есть со срочного рынка. Значит, что мы видим на срочном рынке? В целом, значит, давайте подъёмки. То, что меня немножко смущает. Мы растём уже шестой день подряд. Ну, для нашего рынка, как у нас вышло, на форте по фишу на индексы. Это немножко меня пугает, радует. Радует, потому что в целом мы видим присутствие определенных покупателей. Радует, что в этот день мы не смогли уйти вниз. Хотя не так часто мы растём вот так долго. В целом идём наверх, все неплохо. Хотелось бы сегодня уйти выше 127-240. Пока ушли 127-170, вы хотя бы их и пробили, было бы неплохо. В целом, если вы обратите внимание, рост разный, 4, 5, 6 зелёные свеча у нас была в апреле, когда индексировалось достаточно сильно, то же самое было. 5 свечей подряд, потом ещё 2 добавили. Ну, в целом не так часто это происходит. Ещё могу добавить, что мне нравится, что ползём мы не быстро, нет вот таких каких-то определенных плесков. Ну, по крайней мере, мне как-то комфортно, комфортно. Так, теперь поехали по индексу на масштабе точка предоставления решения. Что у нас тут боремся мы за 200-ти юные сведения? Мы об этом уже говорили не один раз. То есть вот этот уровень будет достаточно тяжёлый для прохождения. Практически интересный статус возникает для видителей пошерстить, потому что стоп рядом, объём позиции можно брать ещё не плохой. Заборы существуют, но пока мы хотим немножко порасти. Борьба, где-то, точно такая, почти рукопашная, поэтому будем следить. Если что, то кто-то нам помогут. На срочной позиции у меня индекс куплен пощупать, что такое индекс 3. И, ну, пока держим, стоп, 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 стоп я ещё не сдвигал, но буду сдвигать. Ну, так, поехали дальше. Теперь по общему рыночку. Значит, рубль-доллар. Мы находимся в таком широком боковике, никаких движений нет. С одной стороны, это говорит о том, что коррекция боковая, с другой стороны, можно триктовать как, ну, как элемент такого ослабления давления на рубль. Всё-таки лично я, я за рубль, по позициям я шарчу, ну, то есть, играю за рубль, стоп у меня 33,60. Вот. Ну, пока минус 0,2%, мы посмотрим, что будет. В целом всё равно, ну, это будет пока за рубль, потому что евро растёт, ну, в целом всё нормально. Рубль, как-то, надеюсь, что из стаи выбиваться не будет. Так, следующее у нас евро-доллар. Попытка уйти выше вот этого уровня. Он уже то же самое находится в боковике, он отстоялся. Нащупали, али дно, 1,30. Ну, пока это только боковая коррекция. Постоянно, в конце года рассматривается евро будет ещё ниже, то есть, ну, у меня есть припрокол, вообще там 1,21, 1,23 к концу года. Но пока это только мнение аналитиков, они всё-таки, в отличие от нас, они не практики. Попытка тяжёлый будет проходить к 1,31. Я тоже по позициям, по срочному рынку евро у меня есть. 30,42 я заходил, 30,1,28. Исключительно по, вот здесь, высоте юридное среднее. Стоп, подтяну, если что. Прибыль буду защищать, поэтому, как, более-менее нормально. По срочному рынку видим небольшую на текущей статуе опять какие-то определённые сравнения к росту. Ничего-ничего. Пусть. Так, следующий у нас Сбербанк. Тавклайтон 96,97 к фьючерсу. Тоже Сбербанк есть. Передаходим 30 уже. С вчерашнего дня, целом, неплохо. Ну, на этом же уровне я и заходил. Сбербанк 94,30, цирк 98,98. Цирка, выберем просто красивый путь. А там посмотрим, что там будет. Ну, реально они хотят уйти выше этого диапазона, вроде ближе к 98, 98, 98. Сразу говорю, цифра просто красивые, и всё. Не стоит обращать на это внимание. Практически униживание и упор были бытовой НК-70. Так, что у нас там следующее? Следующий у нас там газик. Газпром пытается что-то изобретить. В целом, очень похоже на большую часть пункта. Находится вот в этом боковике. Вот так, плюс. Мне нравится, потому что меняется угол наклона. Стоп достаточно яйца. Можно подержать позицию, независимо от той волотильности, которая будет. Ну, позиция здесь очень большая, поэтому можно и пощупать. Следующее. Золото. Золото достаточно неплохо. Оно показывает, как кокс. Тозиция по золоте есть. Уже прибыль защищает. Цель 1274. Цель исключительно под вот этот проторгованный уровень. Поэтому сдвигать еще не буду. Буду забирать то, что даю. Там потом разберемся. Серебро тоже самая аналогичная ситуация. Ну, в целом, по срочному все разобрали. По срочному вопросу. Последить? Пока в чате вопросов нет. Так, ну что, поехали по бумагам. Достаточно, значит, среди на неделю по секторам. Продержимся быстренько. Нефтегазово неплохо. Телекоммуникация хотелось бы лучше. Энергетика пытается ожить тоже неплохо. Начала оживать металлурги вторую неделю подряд. И это очень радует. Металлурги у нас есть. Мы их еще разберем. Потребительский сектор пытается расти. Но в целом, мы видим, что потребительскому сектору мы все-таки находимся в таком боковике. Легкофикс. На мой взгляд, подчеркиваю, здесь можно трактовать двояко. Либо легкая фиксация, либо коррекция в боковике и ждем движения. Тут, с точки зрения аналитики, можно так говорить, трактовать и так, и так. Финансы пока не вашим и нашим. ВКБ Сбербанк лидеры, но пока у них ничего не получается, какого-то движения. Индекс РТС, страх начинает исчезать. Формируется. Индекс РТС знает, лично для меня подчеркивают. Индекс страха по бумагам далее с эшелоном. Формируется здесь дивер. В целом, неплохо, откуда готов. КАМАЗ продолжает свое проданосное шествие. За ним, на мой взгляд, будет просто вас. Кстати, мы и посмотрим, когда будем бумаги разбирать. Я все-таки не смотрел. Но, скорее всего, он вырос. Потому что, ну, колхозом. Так. Теперь по индексу. Будем, значит, давайте немножко так делаем недельный масштаб. Значит, так. Попытка уйти наверх. Пока мы доходим до поторгового уровня. Достаточно тяжело бы пойти в вольт еще 340. 50, 60, 70. Ну, там заборов будет еще и еще много. Практически потенциально, возможно, очень-очень будет тяжело. У прогноза аналитиков июль совокупное мнение будет падать. Посмотрим на техническое мнение. По дневному масштабу тоже вот мы зашли в такую зону сопротивления. Определенного ничего интересного нету. Сегодня у нас пока вторник. Среда обычно, есть такая поговорка, среда падающая. И вообще следует, бывает разворот рынка. Поэтому желательно во вторник, если у вас есть рыбы, поджать стопы. Но я бы так сделал. И я так буду делать. Теперь поехали по бумагам. Гаспром отстаивается в своем боковике, таком непонятном. В принципе, как и то, что рынок не видим. Лежит вот здесь. Можно даже сюда продолжить. Просто не играет. Пока он не будет проходить в высоте 340 на 440, ничего интересного не будет. Здесь есть борьба, а потом потенциально возможно... ...может, чтобы он не хочет быть даже спотой. То Гаспром позиционирует, пока минус процент, ...выносим, пока минус процент, пока минус процент. Но пока ничего интересного не будет. Вот знаешь, что в расцвете мы уже идем с 0,240. Тяжелый диспоталит, неплохо расцвете. На одинном масштабе она справляется. На одинном масштабе достаточно неплохо. На одинном масштабе, обратите внимание, она преодолевает такую лидию, вот эту сюрпризную трезию. Попытка там же хлеба. Попытка, значит, война очень меняется. Вот, как раз в этот уровень у нас и происходит борьба. То есть, я не знаю, что у меня это не срывается. Я думаю, это достаточно очень... ...выносим. Позиция коротких тени есть. Позиция коротких тени есть. Позиция коротких тени есть. Она приблизительно защищаем. Тех 10, 28, движетесь. Играни. Ну, что ли как? Ну, оба смерти, позиция темпроцент. Пока Доргану говорит, настроение меняется. То есть, я не понимаю, что это не просто. А вот, а если вы срегули? Далее, а лукой, а лукой, он пока там тихует. Все признаки оживления. Уже тысячи, 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 тысячи. Достаточно лишило, выше 50 миллионов. Я в процессе беременность. Я не знаю, когда, за то, что кто-то видит производство, или покупать. Пока в целом достаточно неплохо. Что мне не нравится лукойла? Немножко, не как-то, по сравнению с улицом, угол на сло нароста, он достаточно попросту. Ну, чуть-чуть, крутовато. Слушай, нам на вот этот проторгованный уровень. Все, дальше... Выжим определенный канал. Форматик, не хватит сил. Я не знаю. Потенциальные возможные снижения где-то вот на уровне... ...элемент коррекции. ...элемент коррекции. Тридцать или фиксировать еще. Да, учителы фиксировать еще. То есть, в любой момент могут через позиции начать... ...почувствовать, на мой взгляд, только часть. Только часть позиции. Новотек борется за уровень 350. Ему тяжело. То же самое. Он такой-то объединенный информационный фонд. Буквально, пенок может быть по бумаге. Послушаем. Может, какой-нибудь, может быть, на высшую теновостью... ...выйдет по ней. Или просто его. Либо внутренний канал. Там объединенный признак. Коррекция матерая. Бумага... ...постелит... ...по новотеку бумага на снижение. Ну, по крайней мере, вот это... ...в 10-8-мя. Там доехали 35%. Позиция небольшая... ...ну, как относительно, до 10%. Ну, так, мне нужно... ...альтернатива... ...позже... ...позже... ...190-200. Достаточно тяжеловато. Тяжеловато будет проходить. Желание есть выше 202. В позиции у нас... ...вот нефти есть. Цель 200... ...дает и плюс 3%. Цель 210. Ну, так, пока... ...пока... ...нефть и жилов тяжеловато. Но... ...выше 200-ти юные средние, вы видите, да, на числовике. То есть, бумага становится сильной. Сейчас подметки, кстати, посмотрим... ...в чем комполита подделочек. ...дошли до 200-ти юные средние. Если у вас есть, то она повыше, да, то... ...здесь у никакого такого... ...сильного настроения длины денег. Но, прекрасно, на этом уровне идет борьба. Кто победит, не будет. Первая аппетита по 198 была закрыта. Так... ...распадка... ...наконец-то... ...что-то пытается сделать... ...достаточно на неплохом объеме. Но пока это только первая... ...посмотрим... ...посмотрим в график недели. Ну, да, первая зеленая встречка там. После... ...раз, два, три, четыре, пять, шесть... ...восемь недель падения. То есть два месяца. Ну... ...нужно... ...жалот. Можешь поражать. Хайбал за 33. Здесь, как, 32-3. Покупать или на ХАЭС пока покупать не хотят. Поэтому... ...ну, все равно... ...достаточно спокойно. Судник не всегда борется за то, чтобы остаться в коридоре... ...меньше 25 рублей. Но это парадокс. Судник всегда спеш... ...так же выдерживается... ...суровень... ...старается быть выше в доставке. Но тоже бумага достаточно... ...пока держится неплохо. Восполняв, что неделю показывается определенный рост... ...ну, как-то я не сказал, что какой-то там... ...есответственно, полон купить невозможно. Это где-то... ...ну, не знаю... ...бумаг мало... ...я бы не видеть вообще судьбу. У никеля... ...остановка в районе... ...4700-4800. ...при преодолении данного уровня, да... ...так говорим... ...выбить, да... ...сразу... ...деленный углек в районе... ...4950. Я встану, оттейка, значит... ...нар никеля, который... ...колог, царинский... ...команда УДИ... ...защищаем прибыль... ...минускость достаточно... ...очень хорошая, поэтому... ...пока все нормально по никелю. 74860. Сразу говорю, отодвигать ничего не буду, если буду только защищать прибыль. Дальше посмотрим, что будет и где и сколько буду забирать. Мы понимаем, что общая тенденция по индексу пока никакая. Все понимания с точки зрения покупок следующие. Хочу обязательно это повторить. Уровень 1240 выкупали, выкупали. Мы находились на вот этом уровне. Пока раз 24, четвертый раз попытка выкупить. Тоже элемент определенной привычки, также элемент стратегии работы инвесторов по данному уровню. Поэтому пока даже я смогу покупать рынок уйдет вниз, не страшно. Страшно будет, если рынок провалится ниже 1200. Вот это будет не очень хорошо. Поэтому пока в целом в пределах уровень страха находится наоборот, я просто вам немножко так эйфорист. И все нормально. Так, поехали железячки смотреть. Северсталь будет бороться за 218 уровень. Тоже пружина с жалостью. Достаточно тяжело. Жду ее закрыть. Потенциально возможное движение в районе 230, но жду ее. То есть на закрытии 224. Тейк стоит. Попытки. Магнитка показывает попытки какого-то ожирения. Но еще раз повторяю. Магнитка интересна. И на своем уровне. Ничего плохого нет. Я достаточно сильно укропаю. Стоять на уровне 2000. Я смогу долгосрочные инвестиции. Я думаю, что очень-очень даже не плохо выглядит. Поэтому у кого есть депозиты, немножко расчислите. Я бы прикупил. Так. Урал Калий болтается. Не дает ему войти в этот коридор. Новости достаточно не сильно приятные в том плане, что деньги на байбэк заканчиваются. Отсюда. Кто господдерживает? Многие считают, что она должна скрепить ее. Эта бумага. Точнее слово «должна». Бумага никогда ничего не должна. Потенциально возможная цена на данную акцию скрептируется до уровня 204 рублей. Посмотрим. Еще раз говорю. Это мнение аналитиков. Поэтому здесь абсолютно просто принимаем в расчет то, что они как считают. Наловка молодцом. Пытает. Он зайти в уровень в 45-й уровень. Будет очень тяжело, как на никеле. Я думаю, что картинка сравнительного накопителя надо будет посмотреть. Очень-очень похожа. Движение потенциально, возможно, сильное наверх. Но еще раз говорю. Пробиться и закрепиться с высшим уровнем 45 будет очень-очень-очень тяжело. Если посмотреть график месяца, длинные деньги. Ну, 45-25, 44-95. Первая попытка, первые признаки того, что покупатели на хаях покупать не боятся. Это уже раз. Так, поехали в банковский сектор. Сбербанк пытается закрепиться с высшим уровнем среднем. Достаточно еще неплохо. В портфеле Сбербанк мы уже зафиксировали, пока я не перезахотел. Сбербанк отъехал на срочном рынке. Сбербанк привилегированный. Позиции по Сбербанку привилегированные есть. Ощущаем уже прибыль. Цель 72-20. Если ДЦБ дойдет, буду забирать. Думаю, буду забирать. Думаю, буду забирать. Дальше мы разберемся. Реальная цель, где-то у меня 70. Ну, такая более долгосрочная цель 73-74. Если что, я перезайду. ВТБ считался в целом нейтрально, не вашим, не нашим. Посмотрим. По ВТБ очень сильно зависит картина от новостного фона. Любое заявление. Я думаю, что многие первоначально должны договориться. ВТБ там будет государство присутствовать или нет. Заявление завтра будет. Если государство выйдет, то потентальная возможность попонять ответить ВТБ, потому что в случае неблагоприятной ситуации развития кризиса или еще чего-то плохого, ВТБ, ну, к сожалению, помогать будут. Если бы был Богосерденбанк, то вроде как дополнительные дополнительные случаи есть. Вот, в принципе, на этом фоне ВТБ и болтается, не вашим, не вашим. По энергетике. По энергетике информация следующая. Перекляхивает с индекса номер два десять, трубидровый дирайт, все. Это подоконность. По энергетике. По энергетике. По энергетике. Был достаточно неплохо. Любой провал выкупается. Мы видим, что... в этом видео, в том числе, по энергетике, по энергетике, в том числе, в том числе, по энергетике. В том числе, в том числе, в том числе, пока, тоже, чуть-чуть не будет ощущена. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть не будет ощущена. После, как, первые динаметики, в отношениях к другим. Немножко же боковичок, Это сообщение, что все-таки войдет к ММВБ-10, если не принято. Я думаю, что придаст к фейс-каде. Ничего хорошего пока сказать не могу. Практически все время болталась в отрицательной области. И только сейчас вышло на уровень попытки. Но, что мне нравится, к любым не могу сказать, что придет несколько лично. То есть продолжение вот этого импульса, которого было, к сожалению, не случилось. Цель попытка 1170. Чуть не может быть цель пересмотреть. В целом недельного масштаба для первых тренингов. Из-за уровня предыдущих фотографий. Я посмотрю. То есть бороться... ...это исключение как индикатор настроения рейха. И другие исследования. Это как фильтр. Подумай. Это как фильтр. И хорошо, что он действительно не сильно готов. И пара сети опал. То есть боковичок тоже буквально нужен маленький-маленький телефон. Пару сетев на рейхе напоминает... ...вкуснение, она уничтожит. Ну, это просто... Телеком пытается, значит... Поэтому есть второе, что делаем на рейхе, на определенном успокоении рынка, о том числе и положении, и посредине... Их... ...сучает, попозже не делится. То есть, мы высказали всего огромного. Поскольку со целью, это качество не плохо. И если же уже Телеком уходит только входа. Ну и так щипаем, щипаем. Посмотрим. И что там будет. Что делать? Телеком оказалось, что все реорганизации, и перестройка, и, как взяли, для телефона, и в детстве ощутят только результат следующего года. Так, что у нас в будущем? Поехали вернуться немножко по-другому. Впрочем, надо брать не сколько-нибудь жалобов. Нужно смотреть много таких штатов. Если кто-то что-то наравится, вообще. МТС будет выводом, если бы не прошло, отнесли бы 106-106-106-106. И, по крайней мере, будет самым лимитом. Так, Алроса болтает на 24-м, пока пинка ему не ездил, Сон из золота пытается опять войти в этот свой коридор, не пришли на масштаб, и, по сути, мы ее посмотрим. И, теперь, следующий у нас расход. У меня просто, наверное, есть Диана Владимировна. Артур, молодец. Спасибо, что... Письмо, навредная, отметили, попросили родителям, наверное, расход. Всё, наверное. Ну, спасибо, помогли. На текущий момент идеи очень хорошие, мне очень понравились. На текущий момент я наступил. Артур. Еще раз отнесли. Большое спасибо. Закрепился он на уровне выше 40-ми. В предыдущий понедельник, где-то по месяцу тоже. Интересно, на хаях брать не бояться. Это видит о том, что в целом настроение по данной бумаге, ну, просто резко, резко меняет. Если мы даже посмотрим на индивидуальный масштаб, все просмотры... ...это цель, наверное, сервисовое движение, где-то, 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 где-то... Так, что мы еще хотели подключить? А, мы хотели подключить... А, мы хотели подключить... Ну, да. Канад запускал. То есть, я просто хотел бы ее показать. Что интересно? Мы смотрим на текущий масштаб. Т-40, т-40. Наконец-то брать рисованные... ...местеры, которые готовились... ...толожиться... ...много... 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 ...любленную עלку... ...много англички. Значит, где-то… ... DUT-NSI – WB 10. ...2906, 10.595 на английский. В общем, штрафах дальше... ...толожить тоже прилож spokesperson, з金 поbirжение в миллионах которые, мы не можем просто составить возможности י模享 지원. В целом, все еще не плоско. У нас товар... ...整个 преодолЕшей на잡rogenמה想e 900.... ... которым ç Co доacji... Так... Смотрим на все магнит... Пытается, конечно, показать, но здесь лёгкая аттестация, на прошлой неделе хороший клоунг был в районе 7600, но, к сожалению, лёгкая аттестация, это просто возьмите себе на заметочку. Мы видим, у нас клоунг сайд 7600, клоунг сайд 7600. Статистически, американцы заметили, если на баре клоунг и сайд они равны, следующая встреча обычно противоположна. Она не может быть большой или маленькой, она будет другого цвета. Они как-то любят статистику, они это заметят. Пока нам всё совпадает. Посмотрим, конечно, в конце недели, но статистика есть статистика. В конце недели, в конце концов, как будет, пусть он взяли себе на заметочку. В общем, Gixi пытается то же самое оставить часть, я думаю, часть статистики. Так, что мы забыли, что мы не посмотрели. Всё ещё неплохо, но всё, что мы не забыли. Что мы ещё не смотрели? Вопрос. Ого! Вопросы ещё есть по бумагам? Ну, сейчас 16.00, сегодня в дына в Елене Беляевой, а на выпуске проводить буду я. Поэтому на текущий момент 11.44. Всем до свидания, удачной охоты. Не балуйтесь объёмами стопы. И объём это вас для спасут ... холодной головой, горячий свет ... Всё, всем до свидания, до 16.00. Удачи. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...